всем привет дорогие наши друзья сегодня настя нас решила порадовать детьми вот этим вкусным рассольником рассольник просто великолепный я вообще обожаю борщи рассольники вот все вот это все эти вот супы русские наши национальные горячо любимые расскажешь как ты готовила рассольнику у нас сметанка обязательно сольник на говядине по классическому традиционному рецепту сказать ничего не будет секрет секрет фирмы понимаю так еще у нас будут бутербродики сыром настя еще тут кукурузку положила также у нас есть огурчики листе салатов чесночок чесночок обязательно обязательно чесночок чесночок помогает от вирусов от всех болезней поэтому мы частенько кушаем нашей семье чеснок и я на всякий случай еще принес от рублей ты не будешь я вот чуть-чуть себе капельку добавлен в рассольник это лишь так если задуматься их вообще можно никуда не добавлять они лишние просто я хочу почувствовать настоящий вкус ой прям вот от рубля поменяю тебе вкус то кардинально так и еще я хочу бутербродик мы сегодня это и поменяли место нашего расположения местонахождение снимаемся комнате до без хромакея все ли пока временно убрать хромакей но я думаю что не навсегда у нас все равно будет вообще вот использование хромакея всегда преследует какой-то проблемы в проблемы в монтаже почему-то постоянно еда какая-то с ними сливается становится прозрачной или еще какая-то проблема что нужно остановиться на тех фонах которые не просвечиваю никаких например у нас были которые нормально прокатывали у нас был чем а не экспериментировать не подожди ты имеешь ввиду из-за фона что ли какие-то проблемы возникают проблемы возникает не из-за фон а из-за хромакея именно сам факт использована хромакей выявляет эти проблемы и до футболки становятся прозрачные сниматься в одних и тех же футболках ну или не использовать использовать хромакей который не просвечивал просим у наших зрителей что они думают лучше вот с хромакеем но вот эти прозор проблемы там прозрачно всегда вы с прозрачными футболками ну и со всем остальным или можно снимать в принципе без него вот с таким фоном задним обыкновенным нашим домашним я вот считаю по моему разницы никакой нужно чередовать использовать это это ладно слишком обыденные банальные так у многих муглангеров и хоть чем-то будем наращаться все поехали это мое мнение уже это прикольно но пробовал быстрее как я люблю вкусно 1 бурен села набирать на все детки будут кушать вкусно 3 обожаю в говядину варила два с лишним часа супы большие рассольники щитом все вообще согласен а вы кушаете чеснок за обедом и за ужином я думаю немного кто ест но я думаю едят многие беспокоятся того что запах после чеснока остается и кому-то надо на работу но вообще я согласен чеснока знаешь какой запах идет изо рта ух поэтому он не только вирусы отпугивает ну и соседей порой ваших но я поэтому считаю что надо чеснок на ужин кушать вечером когда уж пришел с работы никуда не собираешься особо сел поужинать съел или низкий начать чесночек ну а сейчас тем более у нас тут идет самоизоляция выходить не рекомендует никуда наоборот рекомендует сидеть дома поэтому можно есть чеснок хоть каждый не знаю полчаса так конечно не употреблять не задолженно слушать микродозах в меру все должен быть в меру за обед у нас есть зубчик чеснока не больше я сюда обычно 23 но это перебор мое мнение так ладно гульшат каир спрашивать привет долго привет думала девочка такой вопрос вам задать пригодилось ли вам высшее образование если есть высшее образование нет мне не пригодилось а может пригодилось ты же не знаешь как ты использовал свои знания допустим в домохозяйстве она кстати да пригодилось немного вот вот о том идет речь я думаю какие бы знания вам давали и где бы их не давали неважно там техникум там лице институт они всегда вам жизни пригодятся всегда вот столичка поэтому корот от столичка кому-то вот столичка но главное главное что пригодятся когда закончишь каши язык я закончил у нас пришла как тебе пригодилось и пригодилось ли вообще по-разному чё сейчас все перечислят как бы короче говоря мне мое первое образование пригодилось в работе с детьми я подарил образование учитель логопед ты же хочешь мне перебить ни в коем случае когда у детей были проблемы с звукопроизношением я немного занималась ну это совсем чуть-чуть все ребенка отдавали к логопеду дочку я так как дополнительно дома немного занималась пригодилась или нет вот столичка я скопнет же я успел это плов у тебя тусу просто хочу зрителям показать поближе какая-то вкуснятина такая вредная затем уже многие это заметили да она такая за криком мурзуев спрашивает вы живете в частном доме или в квартире у вас хоть школу или садик а ну кстати мы тоже много раз встречали мы живем в квартире кстати наш чему не сказали в самом-то начале я думаю что можно сказать было надо было все равно еще нет мы оставим ссылку в описании на наш новый канал читайте заходите ссылочку я имею по ссылочке переходите там будет загружена уже новое как новое первое наше видео для этого канала я думаю вам понравится надеюсь по крайней мере что вам понравится мы старались видео было снято довольно давно но все никак руки не доходили кому интересно переходите ссылочка в описании ставьте лайки пишите ваши комментарии нам будет очень очень интересно что вы думаете о нашем новом канале все вкуснятина олег спрашивает такой марки у вас машина у кого из вас есть водительское удостоверение съем еще у нас стоит арактис марка нашей машины удостоверение есть у обоих но я машину не вожу дома есть одно но настя боится почему-то за руль садится почему-то ты не знаешь почему я права получила в 2011 году после этого я плавненько села в декрет до сих пор в нем сижу не знаю когда я выйду ближайшее время поэтому у меня опыта вождения нет хотя можно сидеть в декрете и водить машину мы же с собой стажировали и не получается вот у настя есть такая маленькая проблема короче я потеряла опыта я не вижу на садится за руль едет соблюдая все правила вроде все без проблем и тут не понимаю почему прям резко что-то происходит она и начинает какие-то у нее непонятные маневры куда-то положить это правило все забыла и это очень опасно очень опасно короче у меня страх перед вождением появляется паника неуверенность это самое главное что у меня вождение присутствует короче говоря я пассажир я надеюсь все-таки настенька когда-нибудь переборит свой страх и сядет за руль баблгам спрашивает привет передайте привет алине файзик файзиковой как вы относитесь к итальянской кухне алина привет привет алиночка итальянская кухня мы не едим мы едим русскую кухню потому что мы живем в россии ну и у нас на столе присутствует русская кухня в основном ежедневно каждый день всегда по ресторанам и не ходим итальянскую кухню мы не едим и не готовим практически и и практически мы думал что мы попробовали думал что ему на она понравилась скорее всего мы готовим спагетти это же итальянское блюдо спагетти западите итальянском даже готовят с определенными там соусами но у нас есть видео тоже вот где мы спагетти и вот допустим с итальянским вот этим соусом кота баллоне или как он там называется его на лоне ну что такое там с какими-то там томатами что какими-то там итальянскими приправами мне кажется мне бы понравилась итальянская потом пицца это итальянская кухня итальянская мы кушаем пиццу и нам они очень нравятся настоящую итальянскую пиццу ты еще не пробовал лазаньем я иногда готовлю лазанью и все с удовольствием ее едят за уши не оторвешь ну какая разница или вот кстати хочу не давно скоро приготовить ее наверное наверное с ними на новом канале всей семье как мы будем ее кушать так что в принципе то что мы знаем о итальянской кухне знаем и в принципе немного нам говорит о том что мы все-таки любим итальянскую кухню но больше любим нашу конечно мне кажется итальянскую кухню ты попробуешь только в италии настоящую итальянскую ну это понятно ну все равно опять же если какой-нибудь итальяне заходит попробовать борщ что не сможет его приготовить дома ему что надо обязательно в россию ехать его пробовать я думаю что итальянская пицца прям ну я думаю что не сильно отличается он не станет где он возьмет кубе 8-ю фашину капусту это да я не исключаю что там много разживет русских а может быть у самих итальянцев она продается я же не знаю причем больше готовится не только из квашеной капусты он готовится даже и свежей капусты хочу тебе сказать ну сквашины вкуснее поэтому все вот так дарья савронова спрашивает привет у меня к вам вопрос если у вас друзья детства с которыми вы дружите долгое время привязаны ли вы к друзьям у меня нет таких друзей у меня есть вообще не друзей но потому что у меня очень вредный характер у меня друзей ты закончила у меня есть друзья детства и не детства друзья есть но поскольку уже все мы выросли да у всех семьи у всех работы мы конечно видимся но очень редко как-то очень редко хотелось бы конечно это все почаще что происходило ну да хотелось бы конечно но не всегда получается последнее время все-таки вот эта жизнь на семья ведь и работа забирает большую часть нашего времени и увы на друзей уже остается совсем немного но тем не менее мы все равно видимся там и никогда ни с кем не складывать долго дружеские ты уже объяснила почему не получается дружить я не умею мне просто это не нужно не так хорошо вот такой бутербург все чесночок еще сверху чесночок неудобно будет кусать а можно же еще знаешь как сделать немножечко зелени так модератор которая сон сон если бы вам навсегда запретили заниматься вашей нынешней работой какую новую профессию вы бы выбрали профессию хорошо оплачиваемую самое главное которая бы нравилась это во вторую очередь я говорю как она есть так и думают многие но скрывают и боятся сказать ну это понятно может быть у тебя хотят спросить чем тебе нравится заниматься помимо твоей работы вот я думаю наш зритель хочет узнать запретили бы тебе заниматься тем что чем ты сейчас занимаешься до зарабатывать на жизнь вот чем бы ты занялся чем бы ты хотел заняться то понятно что деньги это там зарплаты это все ясно я хотела работать и при этом ничего не делать по минимуму вкладываться интересно конечно переверну не прилагать много усилий для этого и короче говоря ничего не делать и при этом зарабатывать инвеста как вот прикольно лучше сама это сама лучше работа работа надо мне кажется ну куда рано вставать не надо понятно ехать не надо вообще мне нравится работа своими руками мне вообще нравится вот что-то делать что-то мастерить постоянно может быть я занялся бы чем-нибудь своим таким да что-нибудь открыть какую-нибудь там мастерскую что-нибудь изготавливать мебель например прикольно короче строитель встроенную да мне кажется это довольно интересное занятие подумать может еще очень можно выдумать такое интересно короче раз они вкусно надо будет детей покормить дети кстати у нас сейчас сидят в спальне скажет а какие вы видите сами потом детей кормите смотрят мне нам сначала предложили же им покушать не сказали что мы мы не хотим вот я бы сначала покормила детей а потом покормила бы себя поэтому мы решили снять для вас этот видовик как раз детки проголодают покормить их и пойти наверное чуть-чуть погулять но невлюдное место да мы гуляем возле школы на неподалеку на поле кстати у нас уже тоже есть видео как мы гуляем и скоро мы его выложим на мой канал нет мы единственный хотя вокруг очень прохожие то там есть прохожие где-то далеко не надо выдумывать возле нас ближайшие на 10 метров никого нет точно в общем скоро мы выложим и вы сами все увидите я наелся все было вкусно просто люди мясо не такой пальчики оближешь ну или как ли настя любит выражаться персики в полете все короче очень вкусно все давно не готовили рассольники еще 200 лет я почему-то не знаю что ты забросила то большие сорянки потому что у нас кстати огурцы малосольные закончились тогда у нас раньше стояли огурцы малосольные в двухлитровой банке которую мы сами маринуем на себя частенько нам рассольники готовили а поскольку мы они у нас закончились поэтому и рассольники эти кстати огурцы мы купили огурчики маленькие корнишончики очень было вкусно рассольник в табавлено в топе кого поставьте лайки пишите комментарии ну что дорогие наши будем с вами прощаться пишите что вы думаете о нашем новом месте обязательно мы хотим знать может быть все таки так все и оставить пишите что вы думаете о моем вредном характере а разве еще мало об этом написали но не все что в этом об этом писали все ладно напишут не волнуйся всем пока пока скоро увидимся пока